добрый вечер уважаемые зрители сегодня у нас беседа с еленой порецкой на тему как понять что у человека есть порча с глаз если сущности в нем и рядом с ним добрый вечер елена вот всем привет вопрос такой сейчас какое-то особенное время очень много народу ждала 21 декабря что что-то такое произойдет и по некоторым данным сейчас несколько дней для разгула темных сущностей вот и у многих людей появляется ощущение что ну видимость усиливается ощущение по которым они понимают что у них есть порча с глаз что они внезапно у них какие-то эмоции которые не свойственны как будто их кто-то подталкивает может быть у них сущности какие-то рядом внутри и как бы вот человеку это определить как может быть вероятно постараться избавиться или куда с этим обращаться ну конечно сейчас во первых у нас прямо скажем с 224 был как бы праздник у родноверов да как бы слов как бы я не буду говорить это день карачуна бог чернобог день сильного состояния солнцестояние рождение новое солнце коляда будет 24 декабря да то сейчас до 24 декабря все-таки лучше чисто мыслить то есть осторожно загадывать желание то есть есть вспышка агрессии кому-то нужно быть осторожнее потому что если вы не правы да в своем пожелании то вернется как бы вам и как раз вот в эти дни идет нагнетение очень сильная некой такой усталости если мы заметили да все то есть мы достаточно усталый да как бы все поэтому в какой-то момент времени нужно обязательно сейчас быть в позиции чистоты помыслов быть наверное здесь и сейчас то есть выполнять действия которые вы должны сделать до нового года общепринятого потому что новый год это у нас переход да и соответственно вы таким образом можете понимать что как бы первое число там да вы должны уже провести как вы задумали чтобы соответственно загадать те желания которые у вас сформулировали сформулировали созрели до сформулировали за год и чтобы уже как бы на следующий год следующий год у нас идет четырехлетний цикл да вы бы могли как-то вот так себя выстроить но я в принципе склонна к системе как говорится своего бывшего учителя да там всеслава соло 1 к 4 у него идет летоисчисления я тоже обратила внимание что это работает естественно и вот в принципе как бы она так наверное раньше было то есть по сути как бы поэтому в какой-то степени получается цикл человека все равно как бы в четыре года это может быть связано с тем что какие-то годы от високосного к високосному как бы мы идем да получается поэтому в принципе система летоисчисления 1 к 4 она достаточно в это вписывается да вот поэтому здесь вот такой вариант может быть сегодняшнего момента до двадцать четвертого числа именно вот этой позиции а маргарит вот сейчас очень популярны всякие ритуалы до нового года после нового года вот что ты можешь посоветовать человеку как-то запрограммировать как-то притянуть удачу что с этим значит первое вы должны проанализировать свой год сейчас лучше то есть сейчас у нас 23 декабря я советую вам проанализировать ваш год с того декабря как бы начнем да мы все-таки не надо с января потому что 1 января как бы идет уже отчет нового года и анализа как бы анализ как бы может быть вашей ситуации именно в период сейчас то есть как бы то что вот сейчас декабрь да у нас то что мы говорили в предыдущих передачах на радио сангель да я там говорила что важно обязательно проанализировать свой год от декабря до декабря прежде всего то есть это как бы потому что сейчас у вас все равно ничего нового не происходит у вас сейчас все происходит как бы по накатанной к новому году то есть практически год катится концу и все дружно мы соответственно этом белкином колесе каждый в своем да крутится и бежит к своему какому-то исходу чтобы перейти дружно через на праздничном столе уткнувшись в миску с оливье там шампанским да уже перейти в следующий год и да как бы состояние у всех тяжелая поэтому я советую абстрагироваться от тяжести тем более астрологической да все-таки планета на нас тоже влияет как бы мы не хотели да и я советую и рекомендую прежде всего проанализировать позитивные моменты года и негативные то есть делайте такой анализ для себя сейчас исходя из негативных каких-то ситуаций если конечно вы помните да вы можете сделать момент что как вывести ситуацию в плюс потом вот исходя из позитивных моментов вы должны уже и эти моменты выправить дальше как ваша визуализация то есть посмотреть как они будут для вас работать следующем году то есть есть такой принцип как мне сегодня человек сказал типа жизнь как это мы предполагаем а жизнь ну как по-своему располагает такая тяжелая давнишняя поговорка какая-то я сказал но если человек не будет выстраивать свою жизнь сам конечно им будет располагать жизнь и люди которые участвуют в этой жизни как бы они выстраиваются и по событиям этому человеку то есть каждый раз надо как бы думая о своей жизни не утыкаться какие-то хлопоты которые необходимы нам всем да там обычно дела какие-то параллельно все-таки извините продумывать свою жизнь не только на уровне походу магазин или деловых каких-то планов но и каких-то дальнейших перспектив которые в принципе у всех они спонтанно происходят потому что уже было что-то заложено ранее маргарит все-таки к теме нашего эфира многие люди хотели бы определить для себя и как и избавиться все-таки от лишних скажем так жителей вокруг себя в себе которых они внезапно неосознанно к себе допустили все таки хочется очистить свое личное пространство и если есть возможность можешь им подсказать как чистить свое личное пространство и себя могут ли они это сделать сами да 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 я тебя услышала как свое чисто очистить свое пространство ну во-первых выкиньте все лишнее да вообще советую да как бы всем советую всем советую всем сейчас я включу звук получше алё алё меня слышно вообще советую всем посмотреть что у вас сейчас не так да соответственно в квартирном пространстве в доме там на участке на у кого чего да в гараже особо обратить внимание на пространство рабочего порядка если вы работаете там кто-то на дому кто-то в офисе то есть просмотрите пространство на момент лишних видений вещей ненужных или отработанных, или негативных, постарайтесь в какой-то степени сделать так, чтобы у вас, может быть, заново оно было переставлено как-то. То есть сейчас, вот именно в этом году, нужно как-то оформить свои рабочие пространства или домашние, таким образом, чтобы вам было комфортно в следующий момент в вашей жизни уже после Нового года. То есть вы как бы, меняя пространство предметное вокруг себя, вы будете менять что-то для себя уже в будущем, в ваших логических каких-то параметрах, задумок, желаниях. То есть вы уже будете по-другому себя ощущать. Очистить пространство можно свечами. Сейчас очень много благооний, кстати. Я тоже иногда их покупаю, то есть они с разными запахами. В принципе, есть полынь тоже отдельная, в кладовой ведьмы, магазин интернет, кстати, продаются отдельные прям кусочки трав, не кусочки даже, а свеч с травами или с полынью, или еще с какой-то. Вот полынь очень хорошо чистят. Или веники трав прям вы можете приобрести и осторожно поджигая, с этим ходить. Они не горят на самом деле, они дымятся больше. Вот, ну, все это осторожно, естественно, понимаете, с техникой безопасности прежде всего. Но в офисе этот вариант не пройдет, там только пройдут вот эти благовония, которые не дымят сильно, да, которые не делают огонь сильный. То есть там от свечи жить нельзя, естественно, потому что там сигнализация сработает. Поэтому я советую вам задачиться этим, там, ну, кто чем. Кто-то рунически делает ставы, вязи. Тоже с этим аккуратно. Опять же, если вы неграмотны в рунах, например, да, то есть у вас может быть момент такой, что вы вроде изучаете руны, да, но вы должны помнить, у них есть двухстороннее значение, перевернутые такое. Кстати, как и Таро, как вы гадаете, так у вас и будет. Если вы гадаете, переворачивая постоянно карту, то вы постоянно будете спотыкаться о негатив, потому что не умея его снимать, вы будете ловить перевернутую карту, которая будет улавливать ваше негативное какое-то состояние, или на вас негатив. И здесь как бы гадать надо все очень осторожно, да, или кому-то тем более. Вот, еще один момент, конечно, если вы с рунами работаете, славянскими или скандинавскими, важен момент понимания, что если вы делаете став на определенное оздоровление себя, то вы должны понимать руны не просто как значение, вы должны их чувствовать. Рунические ставы надо писать чувствуя, как алфавит вы ощущаете, да. Если вы русский, да, или английский, если вы пишете скандинавские руны или славянские, делая вязь из них, то это как египетские иероглифы, помните, у них забыла, как называется, картушку, по-моему, или как, то есть там пишется имя, да, из иероглифов, и вы, кто вот был в Египте, все покупают вот эти вот там в таком вот овальном месте, ну, овальная такая штучка получается, и в ней пишут ваше имя, допустим, да, на египетском языке ихними рунами. Тоже очень символично, кстати, да. Вот. Но все равно должно быть привязка к богам, да, той системы, которой вы пользуетесь. Если вы, ну, прямо скажем, православный человек, да, или другой иной веры, то, соответственно, вам тогда надо все равно погружаться в идеологию скандинавов, как бы изучая их хронологический порядок богов, вот, ну, что они из себя представляют, да, как бы последовательность временную, кто когда родился и что, и что, за что они отвечают, то есть самое главное, потому что боги скандинавов и боги славян, они и египтян, да, они предметные, то есть это боги, я беру сейчас основные религии, да, из этого направления природных богов, это боги, которые отвечают за стихии, то есть если взять тех же шаманов, да, и я тоже шаман, то мы, как бы, работая с практиками какими-то, особенно я, если работаю через бубен, то, да, это влияет на стихии, это может вызвать, кстати, резко или не резко дождь, снег, и я, кстати, иногда экспериментирую сейчас с этим достаточно часто, да, ну, как бы, я учусь еще это делать быстро, да, пока это все не так быстро, ну, по настроению, то есть это зависит от состояния шамана, вот, но в какой-то степени все равно вы должны понимать, что обращение во время камлани у шамана идет к духам, к богам, да, как бы, которые отвечают за стихии, четыре стихии у нас есть, и, соответственно, в каждом вероисповедании у религиозных, как говорится, групп есть свои практики, которые отвечают за защиту, допустим, планеты как таковой, поэтому сейчас вот именно, если кто рунами защиту себе делает, вы обязательно, прежде всего, изучите идеологию, что вы делаете вообще, да, понимание, что было, да, как бы, потому что, в принципе, все талисманы работают, если кто обратил внимание, у меня есть новый талисман, допустим, да, это Велес, знак Велеса, Бога, да, соответственно, я под покровительством Велеса в своем религиозном, как говорится, вероисповедании, и этот действительно очень мощный знак, да, он заработает как защита, да, и, в принципе, вы можете тоже, смотря к чему вы склонны, изучить практики какой-то защиты и сделать все символы неоднократно, я говорила, что я использую абсолютно, допустим, рунический став, состоящий из трех религиозных групп, это скандинавский, славянский и египетский, это руна мир, руна альгиз и руна анг, то есть ключ жизни, да, вот эти три руны – это абсолютная защита, по сути, как бы, да, в принципе, руны эти не имеют перевернутого значения, кто бы что ни говорил, и в вашем случае вы всегда будете, как бы, защищены, то есть это все эти руны, они прямого значения, все, конечно, можно перевернуть что угодно, но если вы фантазер, то продолжайте, да, как говорится. Маргарит? Ну, все-таки, прежде чем использовать руны, надо их очень хорошо изучить, потому что если кто-то неправильно пользуется, ничем хорошим это не закончится. Ну, я пример сейчас приведу, неправильно, когда пользуется, допустим, начинающий рунолог как делает, в принципе, как и те, кто занимается картами, вы вытаскиваете карту или руну, ну, вы на вопрос берете, да, и я сталкивалась с таким вариантом рунологов, кто изучал, кто начинающий, да, и здесь весь принцип, что у человека в голове, то есть если человек к вам как-то адресно относится, допустим, внутри у него может быть к вам, ну, не очень хорошее состояние отношений, то, чтобы вы не спрашивали, человек может вытаскивать не то, что вам надо, а то, что видит сам в вашей ситуации, особенно если этот человек пытается доминировать. К сожалению, это так. И здесь вы можете получить плохой ответ на свой вопрос, потому что либо получится крадник, человек хороший заберет вам скинь плохое, либо получится, что человек вытащит руны, которые есть, допустим, на настоящем моменте, допустим, вот, например, вопрос, какое состояние там определенного человека, вот я спрашивала, да, и человек доставал руну Хагалас, это руна разрушения на самом деле скандинавской идеологии, да, но я при этом, при этом перед этим я ощущала состояние этого человека, о котором я спрашивала, и мне тот, кто вытаскивал руны, сказал, что, сказал, да, что это ваша перспектива. Я ей сказала нет, потому что я четко ощущала, что перед был вопрос, но прежде всего я была заострена на состоянии, что сейчас у человека. То есть я ей объяснила, то есть тебе нужно понимать, что вопрос, он поверхностный, внутреннее состояние, ты считала, почему три руны вытаскиваются в принципе, потому что берется то, что сейчас, что в прошлом, что сейчас, и, допустим, руна, которая показывает уже перспективу будущего. И все эти состояния должны быть объективными, которые вам человек вытаскивает. Вот если я различаю, вот я с человеком работала, да, специально просматривала, да, как она работает, вот эта девушка, и я вам скажу, что да, действительно, там, где она объективно смотрит, там действительно реально вытаскивают нормальные, руны, в том числе, которые действительно соответствуют ситуации, как я и вижу. Я-то тоже вижу, понимаешь, да? Меня очень трудно как бы развернуть в какую-то другую сторону. Я, если я вижу ситуацию, я максимум могу только спрашивать с учетом корректировки, а правильно ли я вижу иногда, там, для себя. Но в основе своей я сама себе все вижу, сама себе все устраиваю. Вот. А то, что негативно, я это все снимаю плохое, да, с себя и своих близких, там, близкого круга. Поэтому в какой-то степени начинающие рунологи и те, кто тарологи, там, кто на простых карт гадает, они все вот могут, как бы получается, что и Григор, карт, и рун может рулить человеком. И если вы неграмотно к этому подходите, изученца, да, неофита, назовем вас так, то вы, соответственно, можете получить доминирование над собой и Григора тех или иных карт, и вы не сможете перестроить ситуацию человека, потому что вы будете ее видеть так. Вот, допустим, те простые карты, которые обычно кто-то видел бабушкино гадание и приучился видеть так, как бабушка гадала, то есть передача дара, да, называется это, то в этом случае мы получаем, опять же, эквивалент того, что человек, вот как ему сказала бабушка, это там гадать, вот так человек и будет гадать. И да, это будет сбываться, это переданный дар, то есть это не созданная человеком система, и человек будет понакатанный, управляем этим даром, который передала бабушка. Понимаете, что такое дар? Дар мы получаем, допустим, как бы от богов, например, мы родились с этим, но дар мы получаем благодаря прошлом реинкарнационному опыту, который у нас сформировался в этот дар в этой жизни. И мы в том или ином ключе одаренный тем или иным, в принципе, извините, но талантливый электрик, это тоже очень классно, поймите, то есть умение грамотно, извините, трубы сваривать, это тоже талант. Поэтому талант, он может быть во всем, у всех разный. Вот, и здесь способность применения этого таланта важна, да, если вы, допустим, применяете дар в эзотерике, а в эзотерике все чревато последствиями, шаг левый, шаг правый, расстрел. Если вы применяете, допустим, дар, то если вы на этот дар не наложили собственные знания, собственный опыт, то вы будете ведомы родовым даром до тех пор, пока, как говорится, вас это не ударит сильно, и вы не побоитесь раскладывать эти карты или руны, или что-то. Ну, карты в основном идут, как передачи через карты, да, или целительские там. То есть, как бы вам сказать, здесь, опять же, направленность самого человека важна, если вы в какой-то степени морально устойчивы, вы работаете как бы на людей, действительно, ведь принцип работы на людей, это не то, что брать с них деньги за услуги или нет. Принцип работы на людей, это важность результата в людях. Вот это самое важное, позитивного результата от вашей работы, чтобы был результат. И это как бы и дает настрой людям, да, если у вас есть тайная система, которую вы можете предложить. Если вы начинающий человек, или вы интересующий человек, а все обязательно лезут в карты руны, кто пытается себя в этом почувствовать, то здесь нужно понимать, что чувствовать надо всю систему, иметь знания, то есть, если вы таролог, не просто изучить карты, под какими они астрологическими процессами, это вы будете аналитик просто по картам таро, если вы хотите быть предсказателем, то здесь надо работать со всеми техниками, в том числе и сновидческие практики, и это надо грамотно укладывать, потому что то, что у вас в голове, это может иметь степень материализации не только для вас, но и окружающих. То есть, я считаю, что действительно это очень ответственный момент, и то, как нас представляют там на телевидениях, в шоу разных, это бред полный, потому что это то же самое, как скальпель хирурга, представляете, судьба человека, это то же самое, то есть, можно же ее сделать в плюс, а можно в минус, представляете, да, и карма, как бы, и закон бумеранга, он работает для всех, да, мы, кстати, по ковиду, это все обратили внимание, что абсолютно все равны, ведь ковид, это карма, как бы, планетарного масштаба, понимаете, да, Маргарит? Ну, некоторые, скажем так, дилетанты в этом деле, они же могут навредить в том плане, что они, неправильно разложив карты, руны, они могут просто человеку заложить разрушающую программу, этот человек по этой программе просто может в конце концов уйти. Да, может. И, кстати, те же рунические ставы, да, как бы, если их неграмотно использовать, то, в принципе, потом они имеют обратное действие. Почему руны лучше не наносить на машины, если вы, допустим, лучше какие-то символические, допустим, символы, да, вот, допустим, ну, вот у меня, например, там символ волка, калаврат, да, вот, то есть, опять же, вот даже, если взять кольца, да, вот у меня это соколы калаврата, да, это сварок, соколы сварога, то есть тут калаврат у меня, да, то есть, по сути, как бы, вы можете делать, но если вы носите руническое, такое кольцо, тут нужна та руна, которая имеет только прямое значение, как бы вы руками не дергали, чтобы у вас это было, ну, как бы не дергалось ни туда, ни сюда, вообще, как бы, в принципе, не важно, на ровных или на картах, все, что, как есть негатив, прежде всего, вот, важен специалист, который снимает это по той или иной системе, абсолютно не важно, на чем, там, я обычно бывает, могу просто разговаривать с человеком, как было недавно, да, на керамику я пришла, и потом, после керамики, я заметила, что человеку там было плоховато, в итоге я выяснила, что она шла, упала, и я просто, как целитель, уже руками, бесконтактно, практически прошлась, ну, пришлось и массаж спины сделать, в части верхней, потому что там застой, да, ну, практически я сняла ей воспалительный процесс, который мог бы быть последствием этого удара, естественно, там надо было смазать, трещины у человека на копчике не было, это я увидела, да, я, соответственно, просто это все сняла, был негатив от, пожилой женщины, мы разобрали, кто это женщина, что и так далее, то есть, у меня таких моментов много, то есть, я автоматом, грубо говоря, в фойе художественной школы сделала, то, что обычно я делаю на сеансах, но здесь я это сделала, как благотворительная такая акция, или как скорая помощь, потому что я понимала, что человек в трудной ситуации, как бы, что там очень сильный сбой, и я в этом плане выступила, как скорая помощь, да, как бы, не требуя за это ничего, не прося, просто вот так сложилось, то есть, это элемент благотворительности от меня иногда, да, когда я работаю с людьми, даже независимо от того, пришел ли человек на сеанс или нет, у меня бывают такие случаи, которые просто бывают иногда на улице, да, с кем-то в общении. Маргарита. Ну вот, как раз в тему у Юлианы Бутенко вопрос. У вас есть рунический став для снятия блокировки в финансовой сфере, и как вы относитесь к практике нанесения рун непосредственно на тело человека? Ну, я честно скажу, положительно к этому отношусь, но я максимум, что из рун наношу, это опять же вам сказал, что руна Альгиз, руна Мир и руна Анг, все. То есть для меня, как бы, остальные руны, я не использую в практике нанесения на тело, там, и в принципе, да, если вы ручкой нанесли, они потом стираются, но вы можете и без ручки, когда вы наносите ментально, да, то есть это еще сильнее, там можно, конечно, татуировку сделать в нужных местах, и будете вы все в мире, в Альгизе и в Анге, но лучше варианты руны наносить ментально, да, то есть можно, полно сейчас ставов в интернете, как бы, да, я отдельную практику рун не вывожу, как бы на люди, то есть у меня пока это все в закрытом варианте работы, и на работах с собой, да, как бы, то есть я пока это не вытаскиваю в мир, как свое что-то, вот, но я бы вам сказала, что в принципе не важно, на чем снимать ваши блокировки, руны или карты, или это будет моя система, по которой я с людьми работаю, блок в сознании человека на то или иное пространство, он всегда есть блок, если вам, допустим, снимали, и у вас это не снялось, значит, элемент порчи, прежде всего, в частности у вас присутствует на вашем финансовом канале, и это не сегодня собралось, это надо смотреть ваших тоже предков, папа, мама, бабушка, дедушка с обоих сторон, да, потому что идет фон оттуда, то есть вам надо снимать родового характера негатив, желательно выкатать на яйцо, потому что у вас проблема на уровне спины, соответственно, поясничная область может быть проблемна, то есть не исключая ноги ниже колен, это голень, может быть болезненный процесс при ходьбе, или колено, что-то вот там тоже проблемное место может быть у вас, несколько вариаций на тему, что у вас, вам завидуют, и вы зацепили это, не сегодня, опять же, то есть у вас давнишний этот негатив, поэтому тут даже не руны вам нужны, которые вам скажут так или иначе, потому что руны, когда вы вытаскиваете, они вам говорят значение, как было, как сейчас и как будет, опять же, без снятия негатива у вас выложится только тот же самый блок, только в будущее, и в этом есть проблема у многих предсказателей, то есть хотя сейчас я сталкиваюсь с тем, что очень многие, ну не многие, но некоторые умные, кто гадает и работает в этих направлениях, они смотрят ситуацию, говорят, ты знаешь, я там тебе могу снять это, ну а вот тут вот я не смогу, там и называют, допустим, кто-то меня называет, да, ну так как рынок у нас большой, каждый по-своему работает, нет правильных установок иерархичных, кто что может, как бы люди друг друга не видят в нашем, и Григория, поэтому это беда нашего направления, что мы сейчас в таком каком-то странном состоянии, вот, поэтому в вашем случае я вам сказала, что надо сделать, как бы и одними рунами вам там не поможешь. Маргарит? Да, интересно, конечно, но вот, например, сейчас очень много, вот я сейчас в Питере нахожусь, например, повысилась преступность, именно вот сейчас выросла, и происходят совершенно дикие случаи, такое ощущение, что на людей что-то находит прям дикое, и потом они, понять не могут, как это произошло, то есть это был не он, то есть получается, какая-то сущность запрыгивает человека, или в нем сидит, и в какой-то момент начинает им управлять. Ну, это сплошь и рядом, во-первых, существует в принципе наведение порчи, с привязкой к человеку и к умершей сущности, это вообще опасно. Во-вторых, действительно существует одержание бродячих душ, я бы их так назвала, и в какой-то момент времени здесь может быть опасность для всех людей, то есть почему и нужна защита в этом плане. Вот как человеку выставить себе защиту? Я так понимаю, что он должен какое-то намерение сформировать, что в его энергетическом поле никто без его разрешения в принципе не может находиться каким-то образом, это зафиксировать, может быть вслух, может быть там, я не знаю, про себя это. Без определенной практики, без определенной практики, практически никто не может, это только если у вас врожденно, или вы чего-то читали, вы знаете, то есть если у вас есть знания, то есть понимаете, фишка в чем, можно интуитивно там, я знаю много людей, которые интуитивно как-то защищаются от чего-то, но потом все равно, происходит снежный ком, и человек получает очень большой порядок негатива, и не понимает за что, потому что у него все скомпоновалось в кучу, поэтому здесь нужно знание прежде всего, и так как у нас нет массовых знаний об этом, все отрывочно, обрывочно, то каждый человек приходит к пониманию таких вещей через такие каналы, как наш радио Сангейтс, через общение, допустим, со мной, или еще с кем-то, или читая что-то по этой теме, и люди начинают понимать, то есть я вот, например, просмотрела наше видео вот с радио Сангейтс, старые вот видео, я обратила внимание, допустим, что их растасовали по интернету, да, ссылка на Майкла есть, на радио Сангейтс, но все равно они растасованы по разным сайтам, и я обратила внимание, там очень большие просмотры, и это я вчера смотрела, и меня, честно говоря, порадовало это, причем по определенным каким-то темам, там, ну, в принципе, если задаться с целью, можно все просмотреть, просто у меня на это нет времени, но фишка в чем, что в какой-то момент времени мы, я сделала вывод, что чем больше людей пересмотрят, допустим, наше видео, да, там с такими позициями, тем больше будет в людях того, что позитива, того, что как информацию популяризировано, закладываем мы в своих передачах, да, и люди начнут умнеть в плане тонкого мира, да, тонких тем каких-то понятий биоэнергетики и так далее, то есть это такой пласт науки, который я сейчас раскрываю, в принципе, каждый раз в каждой передаче, который в перспективе может дать новое направление, как бы как основу, да, которое, в принципе, будет с возможным названием про психологию или этнические практики, как-то я пока еще не придумала, но это действительно у людей раскрывается сознание, уходят блоки даже при прослушивании этих материалов, потому что люди начинают что-то понимать, то есть у нас уровень снятия негатива происходит только после понимания, допустим, причины следственных моментов, от чего это произошло, но поняв это, еще надо грамотно снять, потому что если делают порчу официально там через кого-то, то делают ее, прежде всего она на биополе у вас формируется, почему, когда я работаю с каждым человеком, я на сеансы говорю брать куриное яйцо, потому что на самом деле это работает, и вы выкатываете прежде всего негатив себя из своих близких и, соответственно, со своего биополя. Это то, что вам в спину пожелали, то, что на спине у вас зависло в качестве боли в пояснице и так далее, и реально, реально при снятии, допустим, негатива на яйцо уходят даже диагностические заболевания, которые, в принципе, как бы уже могут диагностировать, сами понимаете, фатальную область. Так что вот так, Маргарита. Я где-то недавно прочитала информацию, что исходя из нынешней ситуации, когда очень много народу закрыли по домам, люди начали быстрее просыпаться, начали искать информацию отличную, от официальных СМИ, и, соответственно, их начало интересовать наше направление, и, по сути, у нашего направления, эзотерика и парапсихология, большое будущее. То есть, получается, чем больше людей закрывают, чем больше их ограничивают, они начинают искать информацию, им приходит понимание, что что-то все-таки не так, и официальные СМИ что-то недоговорят или, наоборот, врут. Пойду-ка я поищу альтернативное мнение. И, в конце концов, очень многие приходят на такие каналы, как наш. Ну, насколько я знаю, аналогичных каналов в интернете нет, где столько специалистов, где столько курсов, обучающих и дающих людям информацию и знания, и умения, главное, как применять это все. И радует, что наше направление все-таки развивается, расширяется. Соответственно, на наши курсы, которые у нас на сайте Сангейтс Центр, все больше и больше народу приходят, потому что они начинают искать информацию, не ту, которая им подается в рафинированном, обработанном виде и по большей части ложная. Это радует. Еще момент такой, что любая болезнь, прежде чем проявиться у человека, она появляется у него на тонком плане. А появляется она, я так предполагаю, что какой-то пробой, какой-то вот кто-то что-то где-то пожелал, или человек что-то сделал не так, или он выплеск энергии, соответственно, энергопотери, и на это место внедряется уже что-то негативное. Ну, в принципе, да, это низкочастотные вибрации, переживания, страх. Так, допустим, даже подсподный, подсознательный страх заболеть ковидом или просто инфекцироваться чем-то, да. Ну, как сейчас любые у нас эти инфекционные болезни, типа гриппа, как бы грипп уже ушел на нет, сейчас получается везде ковид, то ли он подтвержден, то ли нет. Ну, как бы так. Хотя ОРЗ тоже ходит, да и грипп тоже ходит, но как-то странно ходит. В общем, сейчас тоже это происходит. Если, допустим, кто-то беспокоится об этом, это уже низкая частота. То есть тут надо грамотно уметь беспокоиться. Опять же, не каждый этим обладает. И неграмотное беспокойство, оно приводит к тому, что у людей, наоборот, появляется блок, и получается вот эта вот проблема, да. Здесь мы однозначно можем сказать, что, как это сказать, что все наши страхи, они могут материализовываться, если с ними неправильно работать, да. И в то же время, как бы, смотря, опять же, что вы вообще хотите от своей жизни. Насчет, кстати, того, что люди прикоснулись, прикоснулись, вот, как бы, в момент самоизоляции, действительно, произошел всплеск какой-то части населения, то есть люди стали интересоваться такими вещами. А почему это произошло, я скажу, потому что предметно развитые люди, которые привыкли, дом, работа, предметное общение, там, тусовки и прочее, да, то есть эти люди, как бы, в какой-то момент времени оказались в ограничительном порядке, как бы, будем так говорить, в очень ограниченном порядке, исчезло предметное общение, и люди стали концентрироваться на самих себя, непроизвольно, кстати, непроизвольно. И, к сожалению, для всех это по-разному происходит, то есть люди вдруг стали понимать, что, кто есть, кто вокруг, да, как бы, кто есть, кто был вокруг них, там, в принципе, как бы, любая болезнь, она дает, прежде всего, понимание, кто вокруг тебя и с кем ты, да, и кто тебя поддерживает, кто нет, то есть в итоге-то получается так, и здесь важен вот этот аспект, на самом деле, понимание, и я думаю, что самоизоляция дала очень многому, большому проценту людей переосознание, перезагрузку, то есть мир в момент самоизоляции перезагрузился, у людей очень многих произошла переоценка ценностей, и до сих пор, кстати, это функционирует, потому что сейчас идет, как бы, не то, что вторая волна, сейчас идет продолжение, как говорится, вот этой ковидной лихорадки у тех, кто еще не переболел, либо это идет по второму кругу, но в любом случае это уже идет, как сезонный грипп, у кого-то тяжело, у кого-то легко, в принципе, оно может проходить с температурой, может проходить без температуры, у всех по-разному, есть кто бессимптомно, и практически есть у кого дикие осложнения, там, где люди мыслят на низких частотах, там, где люди бывают, как это сказать, там, где люди бывают, слушают СМИ наши, или не наши, неважно, любое СМИ, потому что там везде присутствует 25-й кадр, везде присутствует наложение чужих вибраций, которые вы непроизвольно чувствуете, то есть так, как передачи делает не один человек, а целая группа людей, и вы не знаете, что там происходит в операторской, и когда происходят какие-то наложения этих энергий, человек, который смотрит передачу, он это чувствует, понимаете, да, и в данный момент, как бы, получая такой энергетический дисбаланс с экрана телевизоров, вы, по сути, причем вы действительно получаете рафинированную информацию, которая цензурирована, да, то есть там все лишнее отчекрыжено, что вам нужно для понимания, для вас самих, и вы будете чувствовать какой-то обман, что-то там искусственное, естественно, вас будет вести то в одну сторону, то в другую, то в оппозиционную от власти, то наоборот, то вас будет вести, соответственно, за кого-то, то против, причем я точно знаю, что, допустим, наши телевизионщики, не будем называть фамилию, ты поняла, о ком я, да, Маргарит, имеют программу, которая мгновенно отслеживает все комментарии на просторах интернета об этом человеке, и, соответственно, мгновенно тут же на вас выйдут пару-тройка троллей, которые будут вас троллить по этой теме, защищая интересы этого человека. Интересно, да? В общем, вот такая история. Поэтому, естественно, новости и прочее советую не смотреть в большом количестве, советую быть более гармонизированным и больше будьте здесь и сейчас. Почему мы смотрим как бы телевизор и прочее или какие-то каналы? Потому что мы погружаемся в реальность чью-то, да, и в какой-то момент времени мы, естественно, думаем о том, что мы как бы соединяемся с миром, да, как бы мы становимся сопричастны к тем или иным событиям. Поэтому, когда вы без фанатизма подбираете себе такие каналы на Ютубе или где-то еще, да, где действительно можно быть в каком-то созвучии с самим собой, то у вас не будет дискомфорта и у вас не будет низких вибраций, вы будете позитивно воспринимать энергию людей или человека, который вам что-то говорит. Почему, кстати, воспринимается легче блогера, да, отдельной, как бы особенно, которые как бы действительно чем-то делятся, как своей жизнью, там, или еще как-то, там, или дают какую-то информацию, то эти люди воспринимаются гармонично, потому что они как один или два, ну, три человека максимум, ну, там, там может быть пять человек в штате, если это серьезный блогер или вот как, допустим, наш центр, да, но в основе своей вы все знаете, вот, как мы работаем, то есть у нас никаких нет закадровых людей, о которых вы не знаете. Мы, вот я перед вами сижу, пожалуйста, там есть Маргарита, да, и, соответственно, вот мы разговариваем, то есть нету никаких наложений энергии других людей, которые бы в момент видео у меня в мастерской или у Маргариты чего-то там накручивали какие-то свои низкие вибрации, поэтому наша передача смотрится легко, у нас высокочастотная передача, все, и люди, которые нас слушают, абсолютно заряжаются на позитив, как я всегда говорю, каждый понедельник, да, заряжаются на позитив, абсолютно точно формируя свою реальность вокруг себя примерно по тем установкам, по которым я живу, например, да, в своей, как говорится, морально-этической норме, там, или в своих этнических практиках, да, и вы тоже улавливаете от меня, допустим, это, и у вас это тоже идет в жизнь, да, поэтому в этом есть какие-то свои бонусы, и здесь вам надо посмотреть, что вы смотрите, и, как бы, в принципе, использовать опыт самоизоляции и понимания себя в этот период, как для дальнейшего развития, что вы будете дальше. Маргарит? Насколько я знаю, ну, вот я первые каналы не смотрю уже лет пять, даже не знаю, что там происходит, и чувствую себя очень комфортно. Некоторые ведущие, опять не будем называть каналы и фамилии, некоторые ведущие, когда их спросили, вы смотрите свои, вы вообще новости смотрите, а это ведущие новостей, на самом деле. Нет, они не смотрят это. Она сказала, нет, я не смотрю, я берегу свою психику. То есть она... И она не смотрит, и все остальные не смотрят, потому что, во-первых, это невозможно просто. Другим они могут вот этот ужас вещать и выливать на других, а, естественно, свою психику они берегут. Исходя из этого, надо просто сделать вывод, что это отрава для человека, и смотреть это категорически нельзя. Ну, я знаешь, как делаю, я периодически включаю телевизор, когда мне нужно что-то, вот я чувствую, что мне надо его включить, я еще раз пройдусь по каналам, пойму, что там ничего нет, я его выключаю, ну, чтобы лишний раз убедиться, что это так. Если взять человека, фамилию, которую мы не называем, то, наверное, ему икается со вчерашнего дня, потому что я там очень хорошо сказала, да, про него. Вот, но на самом деле, на самом деле, если поговорить все-таки о том, что нам закладывают в голову, потом у нас формируется подсознание, и это идет нам в сны. Это еще более опасно, потому что большая масса людей практически на это не ориентированы, то есть люди не знают, как это работает, но снится им и снится. И как знать, если вы смотрите новости на ночь, что вам потом приснится и как это сбудется не в массовом варианте, там, как вы могли бы себе представить, а у вас лично, вот в чем беда. То есть новостной ряд формирует вашу личную реальность, и вы, в принципе, можете, да, быть в той или иной мере не защищены перед этим, то есть как бы вас пробивают через информационный звукоряд. Как происходит пробой, между прочим, через информационный звукоряд. Допустим, вы с кем-то пишетесь в комментариях. Я, кстати, в этом профи-мастер, так что 100% могу вам подсказать, да, и вот вам кто-то пишет плохое что-то в ваш адрес. Ну вот, или вы выставили какой-то пост, и находятся умники, диванные аналитики, которые, извините, ваше мнение там топчут с грязью, в реальном смысле, кстати. Я с этим работаю уже давно, с 2003 года я знаю, что такое троллинг, и я это очень быстро сейчас ставлю на место, абсолютно точно вам скажу. Но у меня была определенная практика, да, несколько лет, то есть я сейчас научилась этому, и я даже не церемонюсь, кстати, да, с теми, кто мне пишет плохое. Но как делать это тем людям, кто не умеет? Первая реакция человека, когда он сталкивается в группах, в сети или в чатах, когда его начинает поливать грязь и его мнение, человек тушуется и переживать начинает, потому что человек начинает очень остро воспринимать это личностно, и пробой идет на уровне сердечной чакры, пробой идет на уровне легких, я вам скажу, бронхолегочной системы, потому что вы это приняли на уровне зеленой чакры, это человеческие отношения, да, и у вас получается пробой. Что делать в этом случае? Первое, запомните, всегда абстрагируйте, негативные комментарии. Мало того, вот меня многие там, кто недоброжелатель, но их немного, но все-таки, говорят, что я там пишу иногда обратные вот эти, как мне тут сказали, что я напредсказывал негатив там этим людям, кто меня нахамил, я говорю, ну вы же первые начали, то есть я что делаю, я никогда не даю, как вам сказать, я всегда даю сдачу, всегда, причем я это делаю намеренно, а почему я это делаю, чтобы человек получил мое предсказание, оно у него сбывается, плохое, и человек в итоге потом понимает, откуда прилетел, потому что я сокращаю этим предсказанием плохим в его сторону причинно-следственную связь, то есть что я делаю, я в этом случае не работаю как целитель, я работаю как боевая единица, которая защищает свое биополе, вы поняли, как пробивается, то есть когда вы пишетесь с кем-то в комментариях, вас пробивают на уровне биополя, вот откуда много сейчас бронхолегочных заболеваний, почему ковид именно, понимаете, энергетически это заболевание по сути пришло людям, потому что очень многие в мире, назовем так, не следят за разговором, ну на язык просится не следят за базаром, но не следят за разговором, и накопленный слой этого общения, особенно в интернете, он и сформировал подобное заболевание, поняли, да, то есть и оно ложится именно на бронхолегочную первичную систему, поэтому в какой-то момент времени, да, надо что сделать, если вы общаетесь как обыватель, пишите, ни в коем случае никогда не пишите свои истории, поверьте, в группах вас просто сотрут, понимаете, все будут, могут, вы смеете, проще, никто вам не даст отдельный совет, найдется часть людей, которые обложат вас, особенно если вы там поставили кто вы и что вы, допустим, ваши данные, да, выйдут на ваш аккаунт, естественно, это наш контакт совковый, очень этим славится, да и в фейсбуке тоже это есть, то есть ваша задача просто понять одну вещь, что если вам кто-то пишет плохой комментарий, то вы можете продолжить диалог, но я вам советую просто на это ровно реагировать, и есть грамотные формулировки, которыми вы можете поставить человека на место, вот сейчас, кстати, Владимир Владимирович, у нас, да, наш президент подписал закон о клевете, то есть, потому что в массовом, как бы, массовом порядке у нас в интернете могут клеветать кто на кого угодно, делать какие-то посты клеветнические, и в данном случае сработало что-то, не будем говорить, что, ну вот сработало, что Владимир Владимирович этот закон подписал, сейчас он первое чтение в Госдуме прошел, то есть практически теперь за клевету будет уголовная ответственность, я считаю это правильно, потому что, по сути, получается, любой Вася Попкин может собрать из ваших скриншотов и фотографий что-то, а потом, извините, попробуйте доказать, что вы это не делали, то есть вот это, я считаю, очень правильная история, то есть я еще лоббирую закон о троллинге и о фейках, то есть о фейковых аккаунтах, то есть я считаю, что это тоже важно для безопасности не только нашей страны, но и других стран, вот, поэтому вот так, Маргарит. У нас есть вопрос от Юли, она пишет, что каждые 2-3 года по разным причинам приходится менять работу, от чего это происходит? Ну у вас, во-первых, сбой, причем не на этих местах работы, которые вы меняете, а с того места работы, которое более длительное было, сбой у вас идет от женщины, вас по сути подсидели, и у вас это сформулировалось, ну сформировалось, назовем так, и как бы тот негатив, который вам был сделан, да, как бы он у вас вот таким образом сейчас выкидывается вперед все время, да, я думаю, что там вам надо снимать этот негатив и в какой-то степени выводить ситуацию в плюс. Ну то есть для этого человек сам справиться не может, это надо обратиться к специалисту? Прежде всего нужно к специалисту, потому что там еще есть личностные проблемы и проблемка тоже по здоровью, кстати, накопленная, поэтому человек очень... Вы сильно нервничаете, вы очень сильно нервничаете, у вас, вы мнительный человек, у вас очень часто вы пропускаете Людмилу через себя все это. Юля? Нет, Людмила, потому что Юля это ее дочь. А. Да. Вот, у вас присутствует негатив, опять же, накопленный, да, это не сегодня сформированный, вам надо, конечно, снимать это. Маргарита? Ну то есть получается, если человек на каком-то месте работы, в том числе, получил от кого-то негатив, он может наложиться на всю его дальнейшую жизнь. Очень просто. Вот вам реальный пример от меня. Я в 6 лет выиграла конкурс в садике, на конкурс в мультипликаторах, на Воробьевых горах. Я, кстати, эту историю как-то на Сангейц радио приводила в пример. И меня отобрали. Но так как совковое время, было 76-й год, и спасибо той воспитательнице, которая меня, как говорится, пропозиционировала, как-то шансы, брала мои рисунки тогда. И меня отправили в эту студию, как бы, да, чтобы я там занималась. Это Ленинские горы, на Воробьевых горах. Самый такой дом пионеров, элитное место, представляешь, да? Все там, маму, папу, у всех очень перспективные номенклатурные работники, а мы так бедные там, какие-то несчастные семья, да, там, слушающих. Вот. И я вам скажу одну вещь. Во-первых, как бы, ну, что такое Мольберт для меня было вообще неизвестно. И я очень боялась, так как мы рисовали в свое время акварельными красками в детстве, мы рисовали на столах в садиках. И когда меня тетенька поставила, глупая преподавательница, за Мольберт, я просто сидела молча, так как на тот момент времени, в шесть лет, я не умела отставить свои позиции. Хотя, вот, видите, сейчас научилась очень жестко, да, то есть нафигачить ей, как говорится, что я не буду на этом рисовать, не буду, я просто уперлась, не объясняя причины, и не стала рисовать. В итоге до нее дошло, что все-таки надо дать попробовать на столе рисовать ребенку, да, как привык. И я нарисовала там, помню, какого-то морячка, который, и все прям подходили, там люди, дети старше были, всем очень понравилось. Но ей не понравился мой бунт против Мольберта, и плюс, что мы небогатые, и тетенька стала нас выживать. Я вам скажу свои ощущения, мне было очень некомфортно в этом пространстве, там, по-моему, были большие стекла, я сейчас не помню, большая комната была, и мне было там холодно, то есть там я туда приходила, то есть преподаватель был ужасный. Я походила, походила, и я оттуда ушла. Все, вот с того времени пробой по рисованию в подобных вещах, в том числе и в художественных школах и так далее, для меня был закрыт. То есть что сделала эта преподавательница? Она сделала мне пробой на профессиональное обучение рисованию. Как я из этого выхожу? Первое, я снимаю негатив. Второе, я прошла из-за студии. Третье, я всегда попадаю как ученик каких-то художников. И я вам скажу, что на данный момент, время, сейчас я пришла к тому, что мне просто надо рисовать, потому что мировоззрение у меня сложившееся, как у художника. Но мне не хватает каких-то классических вариаций на тему, как, допустим, рисование тела человека и прочее. То есть я это не проходила, понимаете. Но так как все-таки мне 50 лет, и учиться никогда не поздно, я вот вчера, когда пробовала свои наброски делать, там с 2003 года нашла рисунок, я сегодня поняла, да, вот я как бы к Веренке тоже этот пример приводила, что как бы мое мышление поменялось, и я сейчас этот же рисунок должна сделать по-другому, потому что мировоззрение 2003 года, оно не укладывается у меня сегодня в мое. Я уже решила, что я буду в перспективе это делать, да, на холсте и как. То есть, естественно, понимая, что у меня все равно нехватка образовательного ценза, я реально понимаю, что мне просто надо рисовать, и мое количество картин, оно потом перейдет в качество восприятия, по сути, да, как бы, потому что рисование, это прежде всего сидишь и рисуешь, да, это не просто разговор. Вот, поэтому я вышла из этого таким образом, и да, у меня есть перспективная возможность в дальнейшем вступить в союз художников только по количеству работ, которые у меня к тому времени, допустим, в течение года-двух сформируются, потому что у меня картин нету, у меня все как бы распродается людьми, я талисманы для них делаю. Вот, поэтому в какой-то момент времени я к чему у вас призываю, если у вас есть какие-то сбои, а все сбои у нас идут с детства, это вот реальный сбой, который сейчас я вам рассказываю, да, и чтобы, допустим, не аннулировать этот сбой, мне нужно какой-то куда-то поступить и ходить. Ну, представляете, при такой нагрузке моего направления, плюс я еще сунулась в политику, представляете, пытаться, как это сказать, что-то дополнительно еще где-то учиться, да, это практически, ну, нереально, то есть нужно свое как бы выводить в плюс, да, поэтому у меня, конечно, вот такой путь, как у художника, да, и может быть он срисован с кого-то, потому что в училище, я помню, когда училась, у нас учитель по математике стала в 40 лет рисовать, и все ее над ней подшучивали, а мне почему-то это запомнилось, и я подумала, что я, видишь, человек в 40 лет начал рисовать, значит, у меня, я все время переживала, что я не поступила художественно, значит, у меня еще не поздно просто рисовать, то есть я все равно буду, как говорится, художником, да. В какой-то части своего направления, Маргарита. Да, очень знакомая ситуация про бои из детства, я думаю, они есть у всех, да, я думаю, что у всех, не у многих. У многих и у всех, потому что преподаватель, который поставил крест на ученике, по сути, таких надо просто, я не буду сейчас ругаться, вы поняли, да, потому что преподаватель или учитель, это человек, который видит в человеке позитив на развитие, а очень многие закрывают детей, особенно если они, как это, не квантовые дети, слушай, придумал новое название, квантовые дети. Между прочим, почему бы и нет, кристаллические рождались сейчас до этой поры, с этого момента будут, наверное, квантовые дети, то есть дети, которые приходят, чтобы изменить предметный мир в более гармоничную субстанцию. Представляешь, что я придумала, Маргарита? Ну вот, творческий процесс, он происходит всегда. Он везде, да. Рождение квантовых детей будет происходить с этого периода. Сегодня 23-е, 12-е, начинаем, да, завтра будет у нас коляда по родноверию, да, как говорится, новое солнце родится, соответственно, под новым солнцем мы что будем делать? Под новым солнцем родятся, будут рождаться квантовые дети. Ну, на этой позитивной ноте, наверное, мы сегодня завершим, мы уже час в эфире. Дорогие друзья, приглашаем вас на наш сайт, там очень много информации, очень много курсов, можете выбрать по своим интересам. Там есть у нас электронный журнал с очень интересной информацией, которой нигде нет, за символическую плату, скажем так. Поэтому, если будет желание, пожалуйста, обращайтесь, приходите на наши трансляции, дальше будет интереснее. Время сейчас очень интересное, каждый день происходит что-то невероятное, поэтому мы будем стараться быть, скажем так, в, ну, как говорят, в струе, да, скажем так, или в течение реки. Всех событий. Да, в течение всех событий. Если будут у вас вопросы, пишите на электронную почту, будем по мере сил отвечать, может быть, будем делать передачи с ответами на ваши вопросы, присылайте на электронную почту. Вот последний вопрос спрашивает Вельва Скандинавская. Елена, а вы берете учеников? Да, как бы, в принципе, каждый человек, кто приходит ко мне на сеанс, каждый потенциальный ученик, потому что у меня люди потом, периодически приходя на сеансы, особенно те, кто с вопросами, они дополняют, как бы, свой багаж, да, и, в принципе, пока такая система, по сеансовая, но в перспективе это будут лекции, как бы, я пишу это в лекционной форме, и это будет через радиус Ангейса, соответственно, моя система, это будут вебинары, и, возможно, это будут какие-то очные лекции, которые, ну, например, да, там, как вариант. Ну, в основе своей, как бы, естественно, это, ну, в перспективе я планирую это преподавать, как курс про психологию от Елены Порецкой, наверное, именно со своей системой, умением снимать негатив, видеть карты и руны, там, допустим, предсказательные практики, на кофе там что-то раскладывать, то есть в перспективе это будет очень классный курс, и я буду работать над этим, независимо от того, как бы, все равно, даже если я пойду в политику в перспективе, да, как бы, в дальнейшем я свое направление все равно буду работать в нем дальше, вот, так что в этом плане ничего не поменялось. Ну, в любом случае, есть же такая фраза, когда ученик, учитель приходит тогда, когда готов ученик, поэтому, как только, видимо, все ученики будут готовы, тогда у тебя курс и сложится. Ну, я думаю, ты знаешь, Маргарита, у меня, наверное, курс сейчас в ближайшее время, и очень неожиданно, может, я написать могу, потому что сейчас я больше сконцентрирована на своем эпопею с главой в электростале, я как бы благополучно закончила, соответственно, мне пришло ответ с нашего Совета депутатов, все очень позитивно мне ответили, в своем ежедневном посте я это отметила, то есть теперь я свободна и иду дальше, как бы, да, но прежде всего я поняла очень много, это большой опыт, и я, соответственно, уже с этим опытом для себя таким вот иду дальше в развитии, применяя это в своем направлении, да, то есть я стала просто больше и глубже видеть, и общение с людьми мне дало очень много там именно на уровне, как кандидат в главы города электросталь, поэтому для меня, как бы, это просто вплетение этой истории в свой опыт, как парапсихолог, футуролог, целитель, шаман, да, славянский, и да, я буду потом, как бы, это лекции, они сейчас будут, как только 10 лекций будут готовы, абсолютно точно я скажу, что уже, может быть, курс начнется, ну, вся проблема в курсе – это то, что все-таки он должен быть практическим, то есть с заданиями какими-то, то есть это не просто, как вам сказать, это не просто, ну, что вы, допустим, прослушали и все, там вы можете его прослушать, но он у вас пролетит мимо ушей, должны быть практически какие-то выкладки, позиции, в этом есть сложность, потому что как раз, ну, есть вещи, которые можно выписать, даже относительно своих примеров, есть вещи, которые сложно выписать, потому что о чужих примерах я не могу говорить, свои тоже не всегда корректно показывать, и как это все оформить, в общем, и у меня сейчас, как бы, вот, в этом плане как раз заминка в каких-то таких вещах. Маргарита? Ну, на сегодня мы, наверное, действительно уже завершим, я надеюсь, эфир был для вас интересный. С наступающим. Благодарим Елену, всего доброго, до свидания. Всем пока.